Всем привет, с вами First One и это очередной выпуск, посвященный приложению Пекло ВКонтакте. Так уж случилось, что волей судебы я сейчас снимаю это видео на другой компьютер. Здесь ужасный 17-дюймовый LTE-монитор, который, не знаю, доживает свои последние годы. Ужасное разрешение, ужасная цветопередача, но думаю, на видео это, наверное, не отразится, потому что, ну, разве что все будет крупным, потому что здесь другое разрешение экрана, но именно в плане цвета, скорее всего, нет, потому что, по-моему, видео записывает именно Camtasia аппаратно, то есть аппаратно записывает видео, а не отображает так, как я вижу это на самом деле. И, на самом деле, не уверен я за местный микрофон, насколько хорошо будет меня слышно, но, тем не менее, у нас тут идет ивент, и хорошо бы было его снять, поэтому, в общем, работаем с тем, что есть, если выйдет плохо, не серчайте. Так, что ж тут у нас, не знаю, давайте еще одного мне рыцаря. Что ж, я уже опустошил местное хранилище, которое мне сейчас дали, там были какие-то данные, ну, так, сколько мне там надо, 11, еще несколько раз мне надо кого-то побить, будем надеяться, что у нас получится. Вот мне прислали все различные данные, есть у меня орбитальный удар, могу использовать отряд поддержки, но пока что не будем ни на что на это тратиться, будем надеяться, что мы здесь справимся пока что и так. До сих пор мне получалось легко справляться с этими ивентовыми миссиями, конечно, чем дальше, тем сложнее, но будем надеяться, что это тоже не самый трудный вариант, и что я здесь обойдусь без поддержки и без прочих бонусов, а приберегу их на будущее. Все больше я, знаете, читаю группу, люди постоянно новые технологии нахваливают, какая она замечательная, и очень хочется ее тоже получить, потому что потом, наверное, у меня второго шанса уже не будет. Так, что ж, долго у нас грузится карта, не знаю, то ли тут компьютер послабее, то ли просто карта побольше. Так, что ж, что мы тут видим? Здесь порядка 5 отрядов, здесь 4. Всякие плазмиты, термиты, огневики и волынки. Богомолы, это тот, который кислотную лужу под себя делает. Вскрытие. Ну ладно, здесь у нас тоже много отрядов. Так, зато у нас есть 2 отряда обороны. Так, кого мы поставим в оборону? Даже не знаю. Ладно, давайте сначала подумаем, кого мы отправим в бой. Пускай у нас пойдут сперва притерианцы, потом пускай пойдут. Кстати, что у нас? Если мы, допустим, здесь поставим притерианцев, и... Так, а здесь мы уже притерианцев не поставим. Здесь мы можем только космопехоту. Ну ладно, пусть будет космопехота. Здесь у нас после притерианцев пойдут, как ни странно, не знаю, даже агрессоры или пехотинцы. Пускай пойдут агрессоры, потом пойдет еще пехота, и следом пойдет у нас Скарлетней. Не знаю, наверное, не самая лучшая расстановка, но тем не менее попробуем, будем справиться так. Так, ребята, давайте активнее защищайте базу. Блин, как тут все страшно. Так, пробуем тут применять все различные авиаудары и прочее. Правда, у нас совсем мало остается боекомплектов. Я как-то берегу кристаллы на всякий случай. Ладно, ребята, вам дам щиты, которых у нас не очень много осталось, так что не тратьте зря. Ну, вы видите сами шкалу прогресса. Так, справляемся мы тут хорошо, и, наверное, уже можно не беспокоиться по поводу боекомплекта. Есть вот агрессоры, которые пошли в бой. Один на правый фланг, два на левый. На правом фланге как-то все, кстати, плохо. Там один агрессор, который выходит в путь. И в защите, в защите претерианцев. Ну, вот пехота сейчас легкая к нему подойдет на помощь моему агрессору. Она... Да, так что все должно быть нормально. Даже не знаю, стоит ли тут аптечку тратить. Не, не стоит, потому что левый фланг мы успешно отбили. Подтягиваются остальные агрессоры направо. И даже если этого мы одного потеряем, я думаю, уже ничего страшного. Уж слишком большое у нас тут преимущество. О, какой-то новый парень. Хотя нет, это вроде старый, но прикольный чувак. Что ж, он всего лишь один, поэтому он ничего нам не сделает. Но если бы у нас не было такого преимущества, он бы мог нам серьезно навредить. Ну ладно, забираем здесь одну награду. Это очень хорошо. Десять... А у нас десять медалек, ребята. Нам надо всего лишь один бой выиграть. И эта технология в наших руках, да? Ведь одиннадцать... Одиннадцать медалей. Что ж, очень хорошо. Вернемся на карту. Так, две медали. Везде дают по две. Давайте посмотрим, какие войска где нужны. Так, здесь нам нужна тысяча, тысяча металла для ремонта генераторов. Ладно, повременим с этим делом. А вот здесь нам ничего не нужно. Мы можем только использовать два героя. У нас, правда, всего лишь один. И как-то я сомневаюсь, что сможем мы затащить одним героем. Наверняка там что-то предполагает, что нужно два. Так, здесь нам нужны какие-то... Ммм... Чип-ледокол. Его, видать, можно попросить за данные у кого-нибудь. Так... Ох ты, господи! Для него нужны чертежи, кристаллы, куча металла. В общем, не знаю, какая-то нынче ивент, это просто сплошное выманивание наших ресурсов. Так, а вот здесь, здесь нам ничего не нужно. Нужен герой, пять тяжелых пехот, и... Одна, всего лишь одна легкая. Давайте посмотрим, что у нас творится с тяжелой пехотой, какие именно войска находятся в нашем распоряжении. Так, ну, притарианцев у нас нету, пяти. Это жалко, потому что у них бонус x2, к урону по жукам. Можем мы тут хотя бы одного заказать, ну, чуть-чуть, но дайте нам. Нет, дорого они стоят, двадцать. Ну что ж, попробуем, по крайней мере, справиться с тем, что есть, да. Не знаю, даже вот без поддержки, да, давайте. Не жалко мне совершенно топлива. Жалко только, если я потрачу последних притарианцев, и потом пойму, что мог бы я справиться, ну, при поддержке, или еще что-то в этом роде. Но, как говорится, попытка не пытка. Так, отлично. Вот она наша карта. Это, казалось бы, вроде ничего сверхъестественного, хотя много-много-очень много врагов. Так, ну ладно, что ж. Притарианцы и притарианцы, или даже не так сделаем. Пускай сначала идут у нас рыцари, да. Рыцари заслонят своей широкой грудью. Так, три рыцаря, два притарианца, здесь у нас космопехота, здесь Скарлетт, и здесь, здесь никого, здесь должен был быть наш второй герой. Ну ладно, отправляемся в бой. Не знаю, не скупимся тут на всякие щиты. Блин, как тут много всякой гадкой нечисти. Аптечки, аптечки, быстрее лечить, ребят. Блин, что-то как-то, знаете, здесь очень-очень-очень больно. Очень мне кажется, что мы здесь не справляемся. Наша шкала активно падает, а вот врагов, нечисти этой ползет просто неимоверное количество. А, кстати, что-то агрессоров, агрессоров мне тут не дали использовать. Ну что ж, знаете что, ребята, я здесь явно не справляюсь. Явно у нас ничего не получается, поэтому боекомплекты я прекращаю тратить. Выходят пехотинцы. Отряда мы тут потратили зазря. Даже не знаю, при всей поддержке, да, возможной, насколько у меня получится здесь справиться. Ну, наверное, неплохо получится, если все-таки были бы у меня одни лишь только претарианцы. Но сейчас все зазрят. Ну, могу я тут просто свернуть бой, но давайте посмотрим, как добьют мою Скарлетт при всех ее попытках сдержать врагов. Один в поле не воин. Или даже одна в поле. Ну что ж, возвращаемся на базу. Это очень плохо. Это ужасно плохо. Знаете почему? Потому что... Потому что, ну, все-таки нужна мне одна медаль. Просто позарез нужна медаль. Вот сюда надо 135 топлива. И не надо никаких войск тратить. Поэтому давайте просто ради интереса пошлем сейчас одну Скарлетт. Посмотрим, что это за миссия. Потому что топливо мне абсолютно не жалко. Я думаю, скорее всего, я здесь проиграю. Но, по крайней мере, я смогу подумать, смогу ли я пройти эту миссию при какой-то поддержке, да, если я заюзаю поддержку, если буду активно спамить боекомплекты. А сейчас мы просто произведем разведку, потому что она будет нам ничего не будет стоить, кроме топлива, которая для нас не является чем-то интересным. Так, почему-то здесь какие-то союзники на нашей стороне изначально. Это хорошо. Ну, ладно, Скарлетт, давай. У тебя хотя бы пара вещей есть одетых на тебя. Так, ну, я думаю, наши союзники тут далеко не уйдут. Да, Скарлетт моя погибает просто сразу. И даже если я что-то сделаю, не думаю, что она проживет намного дольше. Есть у нас тут огнеметчик впервые, поэтому я могу посмотреть, как он выглядит в бою, или как его там называют, Патриарх. Но, похоже, с этой миссией мне тоже никак не справиться. Знаете, меня это все не очень радует. Так, здесь нам ремонт генератора. Нужно тысяча металлов. Все это, конечно, как-то... Сюда вообще куча всего надо. 1300 металлов, 400 кристаллов, чертежи какие-то. Мне бы всего лишь одну миссию, ребят, пройти. Всего одну. Можно, конечно, попробовать снова пройти эту миссию, набрать все резервные зоны высадки. Хорошо бы, если бы еще мне скинули данные для защитных турелей или защитных дроидов. Знаю, все, что я могу пока что использовать, это отряд поддержки. И не знаю, насколько он мне здесь поможет в этой миссии. Ну, не знаю, давайте я все-таки сдамся, сдам тысячу металла, пожертвую на нужды бедных. И, ребят, пожалуй, попробую вот эту миссию, но потом, когда у меня будет пять отрядов притарианцев, чтобы ее выполнять. Что ж, жду ваши советы, как лучше всего поступить. Может быть, надо подождать вот эту миссию. Может быть, надо все-таки собрать все, что нужно для этого чипа ледокола. В общем, советуйте. Я открыт для ваших предложений. Оставляйте их в комментариях к видео. Даже сколько я не тратил топлива, оно у нас все равно в избытке. А у меня, наверное, на сегодня все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Все-таки боекомплекта маленьком. Мы тут, наверное, дозакажем. Хотя бы щеточки. И даже не знаю. Ну, ладно. И аптечки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. В общем, всем спасибо. Всем пока. Знаете, ребят, пожалуй, что не пока. Вот я посмотрел, у меня, в принципе, есть войска. Можно побить генералов-отступников. Все равно на наш нынешний ивент нам больше нужны войска космопехоты. А у меня хватает войска, геномодуля, машин. Приличное у меня количество. Ну, неприличное. Нормальное. 6 рыцарей, 16 стражей. Можно вполне подраться. Правда, генералы-отступники, похоже, не сулят большой выручки. Но, тем не менее, вот сейчас я побил одного. Это, правда, не попало в видео. Но он принес мне прилично металла и кристаллов. Там, по-моему, порядка 160 кристаллов. Это хорошо. Это почти как один 12-часовой сбор с шахты первого уровня. Давайте попробуем еще подраться с Толей. Может быть, он тоже будет, скажем так, щедрым. Хотелось мне, правда, сказать, почему-то не особо жадным. Но это почти одно и то же. Не на южу эту карту. Войска разобредаются. Ну, ладно, не будем же мы это повторять из выпуска в выпуск, как старики. Так, тут на юге всегда обычно все плохо. Если, конечно, там не высаживать агрессоров. Надо было там высадить все-таки, наверное, агрессоров. Ну, ладно, тем не менее, у нас все успешно. Знаете, вот тоже мне. Почему все-таки? Вот мне часто там советуют переходить в новый эпизод. Но не тороплюсь я туда. Потому что вполне удобно я чувствую себя в своем третьем эпизоде. Враги гораздо слабже мне, как правило, попадаются. У них нету такой прокачки, как у меня. Это облегчает мои миссии Пандоры. И даже вот ивентовые миссии, хотя, да, многие миссии там требуют нового героя. И там, наверное, было бы мне проще пройти их в четвертом эпизоде. Но, тем не менее, вот, как заметили люди, что в третьем эпизоде требуют меньше ресурсов на выполнение каких-то миссий. Так, 200 металлов, 40 кристаллов. Это и не много, и не мало. Но 200 металлов, это хотя бы что-то. Это не 50 металлов. Хотя, ничего особо хорошего в этом тоже нет. Ну, ладно, давайте еще сразимся с еще одним врагом. Хотя, даже не знаю, сразимся или нет. У нас, по-моему, совсем не осталось тяжелой пехоты. Один у нас есть агрессор для нашей миссии будущей, которую я для себя избрал агрессора, мне не нужны. Да, и пройдет еще время, и я успею накопить рекрутов, и если мне понадобится, смогу купить агрессора. Так что давайте его здесь сольем. Подеремся с этим генералом-отступником. Так, что же, здесь у нас пойдет агрессор, и следом пойдут стражи. Здесь у нас пойдут рыцари. Почему бы и нет. И следом пойдет скарлетт. Я думаю, этого вполне хватит на зачистку этого врага. А если нет, то... Ну, то я совсем не молодец и был неправ. Ну, посмотрите, одним залпом ребята снесли просто миротворцев практически по-чистую. Шаль, что я не могу их прокачать еще на дальнюю атаку. Ну, точнее, могу там только уже за монетки качать бонусы. Так, здесь рыцари танкуют, скарлетт лютует, раскидывает всякие оглушающие гранатки. В общем, все отлично. Так, скарлетт, скарлетт пошла в обход. Не знаю, умный в гору не пойдет, но я бы не сказал, что это было слишком умно с ее стороны. Хотя меньше дойдет, дольше проживет, можно и так сказать. Дождется, пока подойдут основные силы. Ну, что ж, отлично. Какую награду ты нам дашь? Давайте уже, ребят, добивайте. 50 металла, 10 кристаллов. Совсем не казисто. Ну, что ж, на последнего врага нападать не будем. Я почему-то даже склонен думать, что он будет такой же жид, как и этот, который даст нам всего по минимуму. Ну, что ж, вот теперь уж точно все, ребят. С вами был 111. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok